Всем огромный привет! Я уже давно обещала вам рассказать о том, как я практикую медитацию, как побывала на практике Випассана в медитационном центре в Таиланде. Поэтому с радостью выполняю это обещание. Но давайте обо всем по порядку буду рассказывать. Начала практиковать медитацию я в 2012 году, как раз тогда началась истерия по поводу конца света. Я глотала тоннами эзотерическую литературу и везде натыкалась на информацию о том, что медитировать нужно обязательно, обязательно нужно избавляться от своих мыслей беспокойных, нужно жить в моменте сейчас. Я старалась это делать, но как могла на тот момент. Хотя я не читала никакой специальной литературы, посвящённой медитации. Вот как-то сама всё делала, как-то по наитию. Тогда я любила просто лежать на кровати, помню, вот так вот лягу, руки раскину и концентрируюсь на какой-нибудь чакре. Больше всего мне нравилось концентрироваться на вот этой сердечной чакре, на области груди. Я просто представляла, словно я дышу этой чакрой, как будто бы воздух проходит сквозь неё, входит и выходит из неё. Тем самым он очищает эту чакру, очищает всё моё тело, мои мысли ненужные, отбрасывает. Потом я концентрировалась на области горла, на горловой чакре. Также представляла, как воздух сквозь неё проходит, так как у меня постоянно был дискомфорт в области горла, из-за того, что у меня было много непроработанных обид, это как грузом каким-то висело на мне, невысказанных каких-то эмоций. И мне вот эта медитация помогала расслабить горло, помогала как-то вот расслабиться. И я концентрировалась на области третьего глаза. Но больше всего мне нравилось именно на сердечной чакре, так как я чувствовала, знаете, такую пульсацию какую-то, видимо, это либо область сердца, так как на ней всё-таки концентрируешься, да? То есть ты больше уже чувствуешь именно пульс свой, дыхание своё как-то ощущаешь. И это меня настолько расслабляло, настолько ощущения другие в теле создавало, что я старалась каждую ночь обязательно это делать. Но не скажу, чтобы у меня там какие-то прозрения были, я не готова на тот момент была к этим прозрениям. Но я всё чаще стала замечать, что в течение дня я нахожусь в другом особом каком-то состоянии. Впоследствии я назвала это состояние состоянием Будды. И дальше я ещё вам расскажу об этом. Так вот, специальную литературу по медитации я не читала, но когда мы с мужем путешествовали по Юго-Восточной Азии с 2010 года, мы с ним жили в Таиланде, путешествовали по Азии и знакомились с такими же ребятами, как и мы, путешественниками. Вот некоторые из них рассказывали о своём опыте прохождения Випассаны. Практически все эти ребята проходили медитацию в Таиланде. Меня так это заинтересовало, я тоже хотела попробовать, мне показалось так круто, так интересно, такой опыт необычный. Но, к сожалению, останавливало меня то, что я не очень хорошо знала английский язык, а преподавание в этом медитационном центре было на английском языке. Я уже как-то махнула рукой, думаю, ну ладно, это не для меня, буду как-то сама медитировать. И вот это дальше продолжало свои возлежания на кровати и дыхание через чакры. Но потом мы в это время жили на Филиппинах, это было начало 2013 года, я узнала о том, что набирается русская группа в этот медитационный центр на Самой, именно из русских ребят, так как очень много желающих русских пройти эту медитацию. Я, конечно же, записалась, и вот я проходила её с 29 апреля по 7 мая. Это был потрясающий опыт, я рассказывала уже о нём на своём блоге «Четверо в Тае», подробненько всё описывала, поэтому я не буду тут останавливаться на своём отзыве об этом медитационном центре, я просто расскажу именно о медитации. Когда я приехала в этот медитационный центр, то была полна каких-то приятных ожиданий, так как мне казалось, что у меня большой опыт медитации, что у меня получается хорошо медитировать, что я хорошо концентрируюсь на своих чакрах, что я могу удерживать это состояние очень долго и не засыпать. Я мечтала о том, что там меня обязательно заметят, может быть, даже повесят мою фотографию на какую-нибудь доску почёта и будут рассказывать следующей волне желающих помедитировать, что вот была у нас такая девочка из России, так хорошо медитировала. Ага, ага, в основном. Оказалось, что медитировать нужно не лёжа, как я привыкла, а сидя. А надо сказать, что я постоянно находилась в каком-то таком вот скрюченном состоянии, то при работе за ноутбуком, то с айпадом, то во время вязания. Либо мы с мужем пешком ходили, мы обожаем с ним длительные прогулки, то есть я вот была только в трёх состояниях, либо вот так скрючившись, либо ходили мы с ним, либо я лежала, медитировала. А тут нужно сидеть, держать спину прямо, ноги скрещенными, ещё и концентрироваться на дыхании, а не на мыслях. А мысли в голове крутятся, «О, Боже, куда я попала? И что это за медитация такая? Кто их учил медитировать, этих монахов?» Да как это возможно, высидеть несколько часов в таком положении, да ещё не концентрироваться на мыслях, а концентрироваться на дыхании? Я концентрировалась, вам честно скажу, только на стрелке часов. Они зачем-то повесили часы там, и я смотрела на эту стрелку, думаю, ну когда же, ну когда же, ну когда же уже закончится это мучение? Больше всего мне нравилась медитация при ходьбе. Вот это сидя, она понасить, осознанное дыхание. А при ходьбе мне вот больше нравилось. Я обожаю ходить пешком. И вот эта медитация, она такая потрясающая. Ты концентрируешься в начале, допустим, первый день, либо первые минуты, ты концентрируешься только на подъёме ноги, например. Потом на том, как ты её поднимаешь и ставишь на землю. Потом ты разбиваешь процесс вот этого поднятия ноги на несколько этапов, и на каждом концентрируешься, каждый осознаёшь. Это настолько волшебно, причём ещё эта медитация проходила ночью. В Таиланде рано темнеет, и ночью мы по медитационному залу ходим по кругу, горит всего одна свеча. Какое-то волшебное действие. Мне казалось, что я какая-то колдунья-волшебница, и что-то магическое происходит. То есть мне это нравилось. Я ждала с нетерпением именно вечерней вот этой медитации. Также ещё была медитация по специальным камушкам там на полянке, когда ты нога в ногу идёшь, повторяешь движение за впереди идущим человеком, тоже потрясающе, мне так нравилось. Но вот с медитацией сидя я никак не могла подружиться, к тому же я ещё голодала все эти семь дней. Там мы когда приехали, то давали обед молчанием, нельзя контактировать было друг с другом, даже взглядом нельзя было друг на друга смотреть. То есть нужно было полностью погрузиться в себя. Также были запрещены сотовые телефоны, ноутбуки. В общем, нужно было сосредоточиться на себе, никакой связи с внешним миром. Я к тому же ещё решила поголодать, причём голодала ещё на сухую, то есть без воды. И там довольно жаркий климат, тяжело было, честно скажу. До этого я голодала только на воде, я сниму обязательно видео в своём опыте голодания. А тут 7 дней практически без воды. И ещё медитировать нужно. Боже, что там творилось в моих мыслях? Ой, всё не передать словами. Так вот, было достаточно тяжело мне. И ещё когда вот это вот сидишь и перед тобой часы, ты думаешь, ну когда же это мучение закончится? Это было вообще что-то. Но на четвёртый день случилась такая изумительная вещь. Я себя стала очень плохо чувствовать, мне так тошнило, я пыталась пить воду, но она там была дождевая, я не могла её пить. Меня тошнит, я уже подумала, вроде бы и выйти из голодания, но мне не хотелось. И в общем, я сижу и думаю, идти на медитацию, не идти. И тут в этот момент ко мне подошла девушка из нашей группы и жестами протягивает мне крем, показывает, что может быть она думала, что у меня спина или что-то болит, что может быть ты разотрёшь спину, и тогда пойдёшь на медитацию. Я думаю, господи, ради меня она нарушила обед молчания, то есть она мне решила помочь. И у меня такое чувство благодарности к этой девушке охватило всю меня, что вся моя тошнота мигом прошла. Я не знаю, я как первый раз, наверное, взлетела, там такие огромные ступеньки были в медитационный зал. Я просто взлетела по этим ступенькам, ещё шёл дождь. Это был, по-моему, пятый день уже медитации. Я взлетела, значит, наверх, идёт дождик, уже все заходят в зал. Я думаю, постою ещё немножко, так хорошо под дождём. Постою хотя бы под дождём, раз воду пить могу, ну хотя бы так постою. И я встала вот так вот под деревом, на меня капал этот дождик. Я стояла, 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 просто счёт времени потеряла. Я словно слилась с этим дождиком. Я словно одним целым стала и с дождём, и с деревом, и с этим медитационным центром, со всеми людьми, со всеми, со всеми. Только вот из этого чувства благодарности к этой девушке настолько меня это поразило, что я решила всё-таки идти в зал. Я туда зашла совершенно другая, с другим ощущением в теле. И я села медитировать и просидела в медитации полтора часа. Представляете? Если до этого я и десяти минут не могла в одной позе высидеть, висели часы, я смотрела. И постоянно каждые полчаса, по-моему, был гонг. То есть полчаса медитация, потом можно немножечко походить, допустим, десять минут при ходьбе, потом опять в медитации сидя. А в этот день я пропустила одну медитацию и не знала, что гонга не будет. Представляете, я просидела полтора часа без одного движения, вот просто изменив состояние своего сознания. Я пребывала только в моменте сейчас. Мне ничего не волновало. И когда я вот вышла уже из этого, я смотрю с удивлением по-новому на людей. Я смотрю на свои ноги, мне кажутся, такие красивые ноги у меня. Я смотрю на руки, мне кажутся, у меня такие красивые руки. Я на всё смотрю, я во всём вижу только красоту. Вот это состояние я потом и назвала состоянием Будды. Периодически ещё до этой медитации оно у меня случалось. Например, оно заключалось вот в чём, я сейчас объясню. Например, я была в гостях у своей крёстной, и у них там есть такой сосед, который вечно ходит, надоедает, он алкоголик, постоянно приходит, что-то там рассказывает. Они его все не любят, выгоняют его как-то, стараются от него избавиться. А я сидела, допустим, в этом состоянии с ним на лавочке, и я воспринимала мир как кон. Я разговаривала с ним, как будто бы я разговариваю со своим самым любимым человеком. То есть я не воспринимала его как алкоголика, к примеру. Я его воспринимала как божественное создание, у которого вот такая жизнь, и никто его не выслушает, кроме меня. Я его выслушивала, он понимал меня, как-то мы общались ещё и уходил. Или я общаюсь с человеком, и я полностью погружаюсь в этого человека. Я общаюсь только с этим человеком, с любым, каким бы он ни был, хоть алкоголиком или моей крёстной, или моей сестричкой. Я отдавалась полностью этому моменту сейчас. И вот то же самое я испытала на медитации. Потом, впоследствии, мне уже было с чем сравнивать, когда я медитировала уже сама дома, то я понимала, где я достигаю этого состояния, а где нет. И я тогда ещё на тот момент думала, что это состояние можно только вот с помощью медитации достигнуть, по-другому никак оно не придёт. Но я ошибалась. На самом деле это состояние естественное для нас. Когда мы рождаемся на свет, когда мы приходим сюда детьми, это естественное наше состояние. Пока взрослые нас не научат тому, что мир — это агрессивный, какое-то агрессивное место, что тут нужно всего бояться, всего страшиться, что тут есть плохие люди, они могут нас обидеть. Какие-то рамки нам устанавливают, правила какие-то, и мы превращаемся в забитых взрослых. Это наше естественное состояние. Мы всегда в нём можем находиться, только если освободимся от каких-то заморочек своих. Сейчас, когда уже прошло три года после Випассаны, и я всегда о ней вспоминаю, когда слышу звук, похожий на гонг. Вот иду где-то и слышу такой звук, как гонг. Там всегда звучал гонг большой, когда медитация начинается, или маленький гонг между полчасовыми медитациями. И вот когда я слышу подобный звук, мне кажется, что я всё ещё сижу там, на медитации, вот во время того полуторачасового своего погружения в себя и пребывания в моменте сейчас. Что всё, что со мной произошло после, мне снится. То есть вот там я настоящая, а всё, что было после, это всё просто игра моего ума. Я понимаю, что действительно время — это иллюзия. Всё происходит сейчас. Время — это всего лишь концепция, иллюзия. Это трудно понять, эту концепцию понять и принять, жить по ней. Я сама долго до этого доходила. Но тогда ты понимаешь, что медитация — это просто концентрация на том, что есть в данный момент. Не важно, что ты делаешь. Идёшь ли ты, стоишь ли ты, разговариваешь ли ты, моешь ли ты посуду, либо полы моешь, либо занимаешься делом, которым ты не любишь заниматься, либо делом, которым ты обожаешь заниматься. Не важно вообще, что ты делаешь. Если ты этому даёшься, всего себя отдаёшь, если ты растворяешься в этом, ты становишься одним целым с тем делом, которым ты занят. Твоя жизнь превращается в рай, потому что мысли твои не блуждают в прошлом, они не продумывают 150 тысяч раз. «О, Боже, зачем я сделала это? А зачем я пошла туда? А может, надо было вот так сделать? И за что мне это всё? Почему меня так Бог наказывает? Ты не думаешь о будущем. Да, Боже мой, что же дело, чем кормить семью завтра, что вообще готовить, и как я буду жить? И вот это вот, всё это убирается у тебя из головы. Ты действительно понимаешь, что всё происходит сейчас. Даже планирование дел на завтра не происходит сейчас. И ты вливаешься в это, ты всё превращаешь в медитацию. Я же говорю, от самых приятных дел, занятия любовью, до самых неприятных дел, стояния в очереди, или ожидания транспорта, или ещё чего-то. После того, как я поняла это, для меня нет больше каких-то нежелательных дел. Мы вот даже, бывает, стоим в очереди, я вижу, как люди нервничают. Я просто стою и наслаждаюсь, даже этими нервными людьми наслаждаюсь. Потому что, если я буду мучить себя в своих мыслях, время от этого не пойдёт быстрее. Наоборот, оно будет тянуться, и тянуться, как тогда, когда я сидела в медитационном зале, пыталась медитировать, сама смотрела на стрелку часов, думала только о том, чтобы быстрее бы закончиться, додолбанная медитация, я пошла бы медитировать при ходьбе или отдыхать. Понимаете, какую мысль я хочу до вас донести? Всё можно превратить в медитацию, если ты живёшь в моменте сейчас. Всё становится твоей медитацией. Я это понимаю, потому что мне некуда спешить. Я понимаю, что, да, за одну жизнь я не испробую всё, что я хочу испробовать, но у меня будут миллионы других жизней, если я этого захочу. Я также эту жизнь могу проживать несколько раз, если на то будет воля моей Души. Я понимаю, что мне нечего бояться, потому что смерти не существует. Смерть — это всего лишь смена одной физической оболочки на другую. Я понимаю, что мне не нужно заслуживать Любовь Бога для того, чтобы попасть в рай. Он уже тут, сейчас, и Бог во мне, и в каждом из нас. Мне не нужно быть кем-то, чтобы заслужить Его Любовь. Мне не к чему стремиться. Всё, что есть сейчас, у меня уже есть. И это мне нужно. Это был мой выбор, выбор моей Души. И когда я живу в моменте сейчас, каждый момент проживаю, полностью проживаю. Не просто приду по жизни, а осознаю каждый момент. Реальность предстает передо мной такой, какая она есть, какой я задумал Создатель. И пусть я не читала книг по медитациям, я могу вам порекомендовать книги, которые ведут именно к осознанности, к тому, чтобы всё превращать в практику. Например, это одна из недавних книг, «Мир в каждом шаге» Титнанхан. Я думаю, что, возможно, мы ещё поговорим с вами об этой книге, если вы захотите. Также книги Экхарта Толли. У меня вот есть книга, тренинг по системе Экхарта Толли про буддисилу настоящего, Power of Now. Если не читали ещё его книг, обязательно почитайте. Ну и также я рекомендую Байрон Кейти и её книги. Я уже снимала видео про одну книгу Байрон Кейти и буду снимать ещё потрясающие практики. Я желаю вам этого, желаю вам осознанности, того, чтобы каждое ваше действие приносило вам радость, чтобы ваша жизнь превратилась в медитацию, как она стала у меня. До новых встреч, мои дорогие! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok